Необычная выставка открылась в стенах Национальной библиотеки Якутска. Свои работы представил выпускник Санкт-Петербургского института живописи имени Репина Тимирей Сутаков. Выставка получила название «12». В нее включены некоторые инсталляции, посвященные странам Латинской Америки. Побывал там и наш корреспондент Артур Габышев. «12» по числу стран Латинской Америки, которые за два года объездил художник. И вот фойе и холлы Национальной библиотеки в Якутске превращаются в арт-объект. Так Тимирей Сутаков воплощает впечатление от поездки. На мой взгляд, это сама выставка, это идея этой выставки. Каждая картина – это как маленький пазл, который нужно собрать. Это сама идея, для меня это ценно. Идея выставки. Одной из самых необычных инсталляций можно назвать пирамиду на первом этаже. Она собрана из старых библиотечных каталожных ящиков. Помимо пирамиды есть множество других объектов. Но все они, по словам художника, образуют единое произведение искусства. Выставка поделена на три части. Она проходит в главном корпусе библиотеки. В основном корпусе, то есть это здесь. И в основном корпусе находится, она располагается на третьем и на четвертом этажах. И здесь вот прям при входе вы можете видеть данную за мной скульптуру. Здесь в фойе третьего и четвертого этажей выставлены картины в тематическом сопровождении из книг Фонда национальной библиотеки. Такая вот необычная задумка художника. Посмотреть необычную выставку собрались немало людей. Среди них и коллеги Сутакова. Прекрасные, конечно, впечатления. Очень хорошие эскизы сделаны. Я думаю, что он дальше еще продолжит эту свою работу. Имея таких молодых, ну, талантливых ребят, мы будем все продвигаться вперед. Мне понравилось. Очень хорошо. Он, можно сказать, да, начинающий, выдающийся художник. Экзотичная выставка, очень много разных образов, интересная техника. Всем рекомендую обязательно прийти посмотреть. Выставка продлится ровно месяц до 12 ноября. Художник не рассказал о своих дальнейших проектах, но сообщил, что идеи есть. Артур Габышев, Владимир Павлов, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова